Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о море и красоте, также об умном шопинге. Я приветствую вас с моря, с отдыха, потому как мы с моей семьей наконец-то добрались до моря. У детей закончился сад и школа, в Италии сад и школа длятся практически до конца июня, все зависит от возраста ребенка, а также от типа школы, это может быть частная, может быть государственная школа. Соответственно, количество часов, которые изучают дети, тот или иной предмет, оно варьируется. Но вот в июне в любом случае заканчивают все, в какую бы школу они ни ходили, какой бы возраст у них ни был, и, соответственно, мы все наконец-то на море. Я буду, наверное, несколько реже выпускать видео, но моих видео и общения с собой на камеру, в общем-то, не хватает, поэтому, наверное, все останется примерно в той же самой темпистике, как только я разберу наши сумки, разберу наши вещи, и, в общем-то, немного наведу порядок по тому, как открыть дом на море, это также, как открыть, наверное, дачу после зимнего сезона, это все требует достаточно много усилия, а также времени. Хотела сегодняшнее видео снова посвятить лукбуку, и тема выбранная была формирование аутфита, формирование ансамблей. Если вы помните, я просила, когда разбирали мы гардероб вместе, надеюсь, что вы разбирали его со мной, закомплектовать по цветовым зонам. Целью такого разделения вещей по цветовым зонам было как раз-таки то, что я хотела показать как можно в одном цвете, очень хорошо комплектовать теленые ансамбли. Но так получилось, что я обнаружила, у меня очень мало фотографий, и я обнаружила также, что качество этих фотографий не очень хорошее для того, чтобы, ну, хоть как-то их разместить, вмонтировать в ролик, соответственно. Соответственно, у меня не набралось видеоматериала, не набралось фотоматериала для того, чтобы продемонстрировать то, о чем я хотела рассказать. Более того, я открыла для себя, и именно поэтому я советую всем делать селфи, делать себе фотографии, иметь свой лукбук хотя бы в телефоне, в смартфоне, либо на таблет, потому как вы очень много интересного о себе можете узнать. Да, готовясь к этому видео, я поняла, что, несмотря на то, что мне казалось, я просто была уверена, что я очень люблю светлые цвета, аутфиты в светлых цветах, и, возможно, вы помните, что я часто упоминаю и советую комплектовать что зимние, что летние ансамбли. Именно в светлых цветах я для себя обнаружила, что я-то люблю, в общем-то, правила контраста. Набралось очень много фотографий, которые иллюстрируют именно применение правила контраста в моем личном гардеробе. По всей видимости, в этом сезоне мне это нравится больше всего. Ну что ж, так тому и быть, как только я наберу материала ближе к осени, я обязательно покажу и расскажу, как комплектовать удачно, очень просто, не тратя немного времени, не покупая какие-то новые вещи, ансамбли в одном цвете, и, соответственно, обязательно расскажу еще раз чуть позже. А сегодняшнее видео я решила посвятить снова спортивной обуви, а точнее альтернативе белым кроссовкам. Подобное видео у меня уже есть, и я говорила о том, что купила себе вот такие прекрасные розовые кроссовки, это Adidas, я действительно иногда забываю все-таки реалии российских, прежде всего, дорог и тротуаров, и действительно могу себе представить, насколько быстро пачкается белая обувь любая. Соответственно, я предлагаю вам вот такую альтернативу. На что обратить внимание, если вы выбираете себе не белую спортивную обувь, либо не белые кеды? Важно, чтобы обувь все-таки была светлых, и важно, чтобы она была так называемых натуральных тонов. Хочу обратить ваше внимание, что очень часто натуральные тона, они ассоциируются с цветом кожи, как будто бы что-то натуральное, это всегда то, что соответствует бежевой какой-то палитре. На самом деле натуральные цвета, натуральные оттенки, они происходят от слова, в общем-то, «натура», возможно, она имеет греческий, возможно, латинский корни, сейчас вам не скажу, и «натура» это означает прежде всего природа, соответственно, вот такие приглушенные зеленые, приглушенные коричневые цвета, возможно, приглушенные бордовые цвета, но их меньше мы знаем в природе, встречаем. Эти все цвета, натуральные цвета, они очень-очень хорошо будут смотреться также и в спортивной обуви. Но, пожалуйста, выбирайте все-таки вот такие приглушенные, достаточно светлые цвета. Они будут хорошо контрастировать, допустим, с темными джинсами, либо с темными брюками, которые мы оденем уже на осень, ближе к осени, ближе к зимнему сезону. Но они также будут хорошо смотреться, поскольку они не являются абсолютно светлым вариантом, также будут хорошо смотреться и со светлыми брюками, либо со светлой юбкой, со светлым платьем, все, что мы туда наденем. Хочу обратить внимание также на так называемую фурнитуру, на рисунки, на таких кроссов. Здесь они должны быть темнее основной ткани нашей обуви, либо, наоборот, светлее. Как в данном варианте, мы видим белые шнурки, также белый фирменный логотип. Обращайте на это внимание, это те детали, которые позволят вам выбрать очень-очень удачную спортивную обувь, чтобы заменить ею, возможно, нравящиеся вам белые кроссовки, а также белые кеды. Одна моя зрительница написала, что очень любит черные кроссовки. Хочу сказать, что черная спортивная обувь тоже хорошо смотрится в аутфитах, но, к сожалению, она не так выигрышна, как белая спортивная обувь, и не так выигрышна, как, скажем так, вот эти светлые цвета. Светлый серый, светлый бежевый, либо светло-коричневый. Эти цвета очень-очень выигрышные, розовый, припыленный, загрязненный, как угодно мы его можем называть, тоже смотрятся очень хорошо, и они всегда будут смотреться несколько лучше в компоновке и в аутфитах, чем просто черная обувь. Если все-таки вы хотите себе черную обувь по каким-то вашим эстетическим предпочтениям, либо по причине того, что просто тротуары и дороги, ну, совсем у вас разбиты в городе грязные, соответственно, обратите внимание на черную спортивную обувь тоже с контрастным рисунком. Он не всегда может быть белый. Этот рисунок, хотя чаще всего он будет белым, мы представляем себе прежде всего Nike, а также Adidas, вот эти фирменные полоски, а также фирменный знак Nike. Он, как правило, на черной обуви очень часто бывает белым, но может быть также светло-розовым, золотистым, может быть на самом деле любого светлого оттенка, и таким образом мы тоже будем иметь некий контраст на вот такой черной обуви. Издалека, во-первых, эта обувь будет казаться все-таки спортивной, соответственно, мы получим модерновый аутфит, а также, в общем-то, она не будет казаться какой-то вообще просто обувью, например, ботинками, к которым мы все привыкли. Поэтому, пожалуйста, если выбираете себе черную обувь, все-таки пусть она кажется спортивной, а казаться спортивной она будет прежде всего за счет контрастности того или иного логотипа тех или иных фирменных полосок. Пожалуй, на этом все. Всем желаю на распродажах найти все-таки себе хорошую, недорогую пару спортивной обуви. Я себе нашла вот такую спортивную обувь. Нашла ее, конечно же, в стоке в Аутлете. Она стоит на данный момент 34 евро. А у нас в субботу должны начаться распродажи, поэтому я, скорее всего, куплю ее еще дешевле. Я не покупала, я примерила в магазине, это фото из магазина. Соответственно, я желаю всем найти хорошую спортивную обувь. Это очень удобно, это очень модерновый. Это тот вариант, который позволяет не тратить большие деньги на обновление своего гардероба, приподнять его, в общем-то, на другой стилистический уровень. Это была Инна Скворцова. Желаю всем хорошего лета. Увидимся скоро. Пока-пока.